Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 2 марта. Житие Святого Отца нашего Арсения, епископа Тверского. Святой Арсений родился в городе Твери от благочестивых, благородных и зажиточных родителей. Ни год его рождения, ни имена родителей неизвестны. И спросив у Бога себе Сына, родители Блаженного всего более заботились о том, чтобы насладить в сердце его страх Божий. Спустя несколько времени, они отдали отрока для обучения грамоте. С Божьей помощью он скоро обнаружил такие успехи, что превзошел всех своих сверстников. Арсений был юн возрастом, но хорошо понимал, что все блага этой жизни непостоянны и скоро приходящие. Он помышлял и заботился лишь о том, чтобы угодить Богу и спасти свою душу. По прошествии некоторого времени родители преподобного скончались, перед кончиной заповедов сыну жить свято и Богу угодно, твердо хранить заповеди Господни и соблюдать веру христианскую, и оставили ему все свое имение. Придав погребение своих родителей, святой еще чаще стал помышлять о спасении своей души. Он думал, зная, что я пришел, пришлет и странник на земле, кратко и недолговременно жизнь здесь, а будущая жизнь бесконечна. Большое имение оставили мне родители, но душа моя не радуется о том, ибо сказано в Писании, какая польза человеку, если приобретет он весь мир и повредит душе своей, или что даст человек, какой выкуп за душу свою. Размышляя так, он стал раздавать свое имение бедным, одевал ноги их, посещал больных, помогал вдовам и сиротам, заступался за обиженных. Но завистник рода человеческого, видя благочестивую жизнь святого Арсения, воздвиг на него брань. Он вложил некоторым сродникам блаженного мысль, что юноша нехорошо делает, щедро раздавая родительское имение. Сродники святого то советовали ему вступить в брак, то поносили и укоряли его, говоря, смотрите, этот святоша разорил весь дом родительский и без дела проводит свою жизнь. Но такие слова не смущали благочестивого юношу. Господь вложил ему мысль отправиться в Печерскую обитель, где некогда подвязались и просияли своими добродетелями преподобные Антоний и Феодосий. Отпустив на волю всех рабов и раздав нищим свое имение, юный подвижник тайно покинул родной город и направился в Киево-Печерскую обитель, куда его звал голос, услышанный им во сне. Придя в монастырь, святой упал на колено перед настоятелем и просил его, «Помилуй меня, отче, помилуй грешного, не удаляй меня из святой обители, вспомни, что и Христос не отвергает кающихся грешников». Так усердно просил святой игумена Печерского. Игумен удивился и спросил его, «Почему, чадо, ты так сильно сокрушаешься о грехах своих, ведь ты еще молод возрастом?» «Я великий грешник», — отвечал святой Арсений, «ибо нет человека, кто бы не согрешил, если даже он прожил всего один день. Помилуй меня, отче, и не отгоняй в святой обители, зная, что и мне некогда предстоит явиться на страшное судище Христова. Какой ответ я дам тогда нелицеприятному судьи?» Удивился игумен ответы юноши. Он прозрел своими духовными очами, что на отроке почивает особенная благодать Божия. Но, видя, что Арсений еще молод, игумен Печерский сказал ему, «Трудна жизнь иноческая, много в ней лишений и скорбей. Нелегко тебе будет в таких молодых годах переносить все подвиги монашеские». Но много стезей указал Господь для спасения людей, «Избери себе другой путь, более легкий». «Не страшусь тебе трудов иноческих», — отвечал святой, — «сладкие и приятные они для меня. Об одном прошу тебя. Сделай меня последним рабом в святой обители, и с благодарностью я буду исполнять все. Бог да будет моим покровителем, и да помогут мне твои святые молитвы. Твердо помню я слова Писания, никто, возложивши руку свою на плуг и оборачивающийся назад, надежен для Царствия Божия. Только прими меня, отче». Удивленный благочестием юноши, егумен принял Арсения в монастырь и облег его в иноческое одеяние. Новоначальный инок был отдан для руководства добродетельному старцу, опытному в духовных подвигах. Много подвижников, как яркие звезды, сияли только в Киево-Печерской обители. Добрый пример показывали они благочестивому юноше. А один отвечал со твердой веры, другой на единого Господа возлагал все свое упование. Тот процветал безмолвием и послушанием, иной вел победоносную брань со своей плоти и покорял ее духу. Святой Арсений видел эти подвиги благочестия и начал подражать каждому из них, стараясь не оставлять ни одного доброго примера. С величайшим смирением он исполнял все повеления Игумена и других иноков, непрестанно работал, не пропускал ни одной божественной службы, довольствовался самой скудной пищей, лишь на самое короткое время забывался сном. В Печерской обители было принято, чтобы всякий инок проходил все степени послушания, начиная с самых низших до более высоких. Подобно прочему, святой Арсений, исполнял все послушания, и проходил он их с великой ревностью. День и ночь трудился, не оставляя рук своих в праздности ни на один час. Готовил пищу для братьев, колол дрова и носил воду. Никто никогда не вспыхал от него слова, ропотного или праздного. Он так украсил себя добродетелями, что был выше всех иноков в обители. Братья удивлялись его усердным трудам и незлобию. В Киеве тогда проживал святой Киприян, будущий святитель московский. В Киев он приехал в следующем 1376 году и проживал здесь до утверждения на московской кафедре в мае 1381 года. Увидев, что Арсений отличается острым разумом и преуспевает в добродетелях, он приблизил к себе и полюбил молодого инока, часто беседовал с ним, наставляя его в заповедях Божиих. И когда святой Киприян занял престол в московской митрополии, он не пожелал разлучаться со святым Арсением. Святитель взял его с собой в Москву, поставил в архидиакон и поручил ему заведовать письмоводству. Сначала святой Арсений просил не налагать на него бремени и говорил, что хотел бы в тишине молиться и подвязаться в добродетелях. Но потом, убежденный святителем, он согласился. Только просил не возводить его на высшие степени священству. Между тем, на родине блаженного Арсения в Твери возникли нестроения. Тверский епископ Ефимий внес немалое смущение в свою пасту. Отличаясь неуступчивым характером, вступался он в мирские дела. Не имея смирения христианского, он отличался великой гордостью и тщеславным высокомерием. Ефимий по прозванию Вислинь, поставленный епископом Тверским 9 мая 1374 года. Своим поведением епископ вооружил против себя не только князя и бояр, но и духовенства, монахов и простых мирян. Тверский князь Михаил Александрович, видя, что раздор умножается, отправил в Москву посольство и звал митрополита Киприяна приехать в Тверь, чтобы рассудить дело. Святой митрополит Киприян отправился в Тверь, пригласив с собой двух греческих митрополитов, Михаила и Никандра. Святого Стефана, епископа Пермского, епископа Смоленского Михаила, взял святого Арсения, многих архимандритов и игуменов. Когда Священный Собор приближался к Твери, сам князь Михаил со множеством народа вышел ему навстречу и с честью принял прибывших. Лишь только Киприян с прочими отцами достиг города, тотчас же отправился в церковь во имя честного и славного преображения, совершил здесь сначала молебен, потом божественную литургию и преподал всем свое благословение. Четыре дня спустя митрополит со всем освященным собором разбирал дело Тверского епископа. Ефимис сначала защищался, но отцы собора обличили его неправые деяния, его лишили сана и послали на заточение в Московский чудо в монастырь. Уже давно в Твери знали о добродетельной жизни святого Арсения. Теперь же князь Михаил просил митрополита поставить его епископом в свой город. «Я думаю, что Арсений может утвердить мир и тишину в нашем городе», говорил князь митрополиту. «Другого мужа более добродетельного и более достойного я не знаю. К тому же он и родился здесь. Не только я, но многие граждане знают его и его благочестивых родителей». Преосвященный Киприан одобрил намерение князя и призвал Арсения. Когда святой услышал о желании князя, он решительно отказался. «Простите мне, господа мои, я человек грешный и недостоин такого сана. Призываю Господа в свидетели, что я никогда не имел и ныне не имею другого желания, кроме того, чтобы в уединении оплакивать грехи свои. Посему я и ранее отказался от сана Пресвитерского. А бы ты, ескопство же, мне грешно и помышлять». Долго еще отказывался святой, но наконец князь и митрополит сказали ему, «Если не хочешь повиноваться нашей воле, то мы со священным собором имеем власть наложить на тебя запрещение». Святой Арсений не захотел более противиться и дал свое согласие. Так он был избран епископом 24 июля 1390 года. Но страшился бремени управления, боялся раздоров и мятежей, которые не успели утихнуть в Свери после удаления епископа Ефимия, и всей душой желал подвязаться наедине. Посему спустя некоторое время святой Арсений Вторичный обратился с просьбой к митрополиту Киприяну, чтобы снял с него столь тяжелое бремя. Но митрополит ободрил и снова уговорил его. Видя в этом промысел Божий, Арсений покорился волей митрополита и 15 августа 1390 года был рукоположен в епископа Тверского. Вступив на архипастерский престол, святой Арсений более всего старался утвердить мир и согласие в своем духовном стаде, истребить мятеж. Ревностно проповедовал он Слово Божие всех, кто приходил к нему, святой Арсений поучал, как чадолюбивый отец. В храме Божием назидал свою паству, как заботливый пастырь. Он всегда помнил слова пророка Иезекииля, «Сын человеческий, стража дал я тебя дому Израилеву, и услышишь от уст моих слова, и проповедаешь им от меня». 33.7. Так поучал всех святитель и своим словом привлекал к себе всех. Граждане Тверски с великим усердием стремились слушать своего учительного пастыря. В самой своей жизни святой Арсений подавал всем добрый пример. Со вступлением на престол он стал вести еще более суровую и строгую жизнь, совершенно подчинил плоть свою духу. Все удивляли чистоте его жизни и непрестанному бдению. Строгий к самому себе, он кротко обращался с другими и был милостью к бедным. Защищал притесняемых, раздавал одеяния и пищу неимущим, выкупал рабов и пленных. Слава его добродетельной жизни далеко распространялась повсюду. Многие приходили издалека, прося его молитвы и благословения. За свою добрую жизнь святой удостоился восприять от Господа дар чудотворения. Много народа стекалось к нему, все, кто был одержим каким-нибудь недугом, обращались к святому, и по милости Божией он подавал различные исцеления. На одних больных возлагал руки, на другими читал молитвы, иных благословлял и окроплял святой водой или помазывал елеем. Всех исцелял он усердной молитвой Господу. Находясь в Твере, святой Арсений не забывал и обители Печерской, где положил начало своим иноческим трудам, и постоянно памятовал о жизни ее преподобных основателей Антония и Феодосия. Святитель помыслил основать свой монастырь, напоминающий ему Печерский, и желал, чтобы в нем было положено его тело. О своем намерении святой Арсений сказал князю Тверскому. Князь похвалил доброе желание святителя, и сам обещался помогать ему во время постройки монастыря, снабдить его земельными угодьями, необходимыми для этого содержания его. Тогда святитель избрал на реке Тмаки, в четырех верстах от города Твери, одно место, которое ему сильно понравилось. Оно называлось Желтиково. Призвав Божие благословение, он повелел построить здесь деревянную церковь во имя преподобных Антония и Феодосия Печерских, своих великих наставников. Устроив кельи, святой собрал братьев и поставил им игумена. Это произошло в 1394 году. Спустя десять лет святитель заложил в Желтиковском монастыре каменный храм и осветил его во имя Пречистой Богоматери, честного и славного ее Успения. Конечно, помню Успенский храм Печерского монастыря. Церковь освящена 30 августа 1405 года. Она была благолепно украшена и расписана живописью. Великий князь Тверской исполнил свое обещание, пожертвовал монастырю несколько вотчин. Святитель часто приезжал в свою обитель и принимал участие в трудах братьев, показывая всем пример монашеской жизни. Он не искал среди братьев чести и славы, но в монастыре, устроенном им самим, желал быть простым иноком. Великий своими добродетелями он оставлял и просвещал всю братьев. Как месяц сияет между звездами, так и святой Арсений блистал своим благочестием среди иноков обители. Желтиков монастырь святитель желал сделать местом своего упокоения. Своими руками он вытесал себе здесь из белого камня гробницу, а из другого – крышку к ней. Желая, чтобы иноки новой обители всегда назидались подвигами печерских отцов, святой Арсений повелел списать древний Патерик Печерский, книгу, в которой изложены были подвиги и великие труды святых и его печерских подвижников. Отсюда видно, что святитель старался и делом, и словом, и назидательными писаниями просвещать и получать свою пасту. Он непрестанно носил сердце в своем слова Писания «Рабу Господню не подобает свариться, но тихо быть ко всем учительну, не злобиву». Таким пастырем и был святой Арсений. Немало церквей Божьих построил он в самом городе и в его окрестностях. Он же возобновил и главный Спасо-Преображенский собор в Твере. Князь Тверской Михаил искренне уважал достойного пастыря. Он часто беседовал со святым Арсением и получал немалую душевную пользу от этих бесед. Кроткие слова святителя глубоко западали в сердце князя. Наставляемый святителем, великий князь строил храмы Божии, творил дела милосердия, помогал неимущим в своем княжестве и посылал милостыню в Царьград. Чувствуя приближение своей кончины, князь изъявил желание воспринять иноческий образ. Святой Арсений одобрил его благое намерение, постриг князя, причем нарек его выночистым отфеем. И вскоре после того, напутствуемый святителем, инок князь отошел из этой временной жизни. Любя мир, святой Арсений старался всегда примирять враждовавших. В то время часто происходили раздоры между князьями, и святитель всегда старался положить конец княжеским распорям. С Божьей помощью ему удалось в 1403 году примирить Тверского князя Иоанна Михайловича с братом, его кашинским князем Василием Михайловичем, которого Тверской князь обидел. Но спустя некоторое время вражда между князьями и братьями снова возгорелась. Тогда святитель, грозя страшными Божьими карами, гневом и вечным осуждением, положил конец всей вражде в день праздника Животворящей Троицы 1406 года. Примиряя враждующих, святитель старался обходить себя со всеми тихо и кротко, никого не позволял обидеть, всякий, приходивший к нему, находил защиту и прибежище. Святой был защитником сирот и вдов, с любовью обходился с нищими и убогими, ободрял ослабевших, всем помогал добрым советом, деньгами или отеческим наставлением. Подражая небесному пастырю Христу, он всегда заботился о заблуждавшихся овстах своего стада и вводил их в ограду покаяния. Святитель Киприан не раз вызывал святого Арсения в Москву для соборных совещаний. Блаженная кончина святителя Арсения последовала Великим постом 1409 года. К сборному воскресенью духовенства Тверской епархии съехала твердь на обычный ежегодный собор. В воскресенье оно приветствовало своего владыку. Во вторник святой Арсений произносил по учениях пастырям, наставлял их в делах пастырского служения и решал дела. В тот же день он благословил собравшихся пастырей, просился с ними и распустил собор. В четверг второй седмицы святитель тяжко заболел и лишился языка. Утром в пяток 1 марта пришел к нему великий князь Иоанн Михайлович с братьями и боярами. Он созвал архимандритов и гуменов и священников, чтобы совершить или освящение над заболевшим святителем. У одра больного сидели 10 чернецов, которые желали услышать от своего епископа прощальное слово, но он был безмолвен. В следующей ночи святой Арсений скончался. В 19 лет и 7 месяцев с великой ревностью он пас врученное ему Богом словесное стадо. Услышав о кончине праведного святителя, князь Иоанн Михайлович со множеством народа пришел к его мощам. Все скорбели и плакали. Померкло солнце наше, лишились мы доброго пастыря и отца. На другой день мощи святого Арсения были вынесены из архиерейского дома в соборную церковь, где граждане тверские прощались со своим пастырем и погребены в Желтиковом монастыре, в притворе первого правого предела Успенской церкви, во имя нерукотворенного образа, той самой каменной гробницы, которую святитель изготовил своими руками. При погребении его было много недужных. Они просили святого об исцелении и получали облегчение от своих недугов. Таково было житие святого Арсения, такова была его блаженная кончина. Ныне же он предстоит перед престолом Господнем вместе с ангелами, славе Пресвятую Троицу Отца, Сына и Святого Духа. По смерти святого Арсения граждане не переставали чтить его память. Видя чудеса, проистекавшие от его гроба, благочестивые жители Твери призывали в молитвах святителя Арсения и получали помощь и заступление в бедах. По истечении 74 лет после его представления в 1483 году, епископ Тверской Вастиан по повелению царя Иоанна Васильевича восхотел открыть его мощи. Собрав собор со множеством народа, он направился к Желтиковому монастырю. Гроб, в котором почивали мощи угодника Божия, был вынут из земли и внесен в соборный храм. Когда открыли крышку, вся церковь наполнилась благоуханием. Тление не коснулось мощей святого Арсения. Даже самые ризы оставались совершенно целыми. Тогда епископ повелел снова покрыть гроб крышкой. Приказал написать образ святого, он цел и доныне, и поставил его у гроба на поклонение приходящим. На гроб был возложен покров с изображением чудотворца. По благословению епископа Васильяна составлена была и служба святому Арсению. Тогда было установлено местное празднование ему в Желтиковом монастыре. С того времени еще более чудес стало совершаться при его гробе. Местное празднование святителя Арсения в Твери установлено Московским собором 1547 года. Наиболее замечательное и разительное из чудес святого Арсения произошло в 1566 году. В то время в Твери проживал один рыболов по имени Терентий. Сначала он имел великую веру к святому Арсению, а потом впал в неверие и подвергся иступлению ума. Родители привезли его в Желтикову обитель, надеясь, что сын их здесь получит исцеление. Но он умер. Спустя два дня внесли его тело в храм при чистой Богородице, где почивали святые мощи. Родители сильно скорбели, даже роптали на святителя. Мы надеялись получить от тебя милость, а сын наш умер. Погасает у нас усердие к тебе и вера наша оскудевает. Не потерпел Господь таких укорительных речей на своего угодника. Во время чтения Евангелия мертвец вдруг поднялся и стал горько плакать о своем прегрешении. Каялись и родители Терентия в своем ропоте на святого. А как и бывший тогда епископом Тверским, муж праведный и благочестивый, сам видел воскресшего и удостоверился в действительности происшествия. В 1606 году, когда русская земля страдала от нашествия поляков и литовцев, неприятели силой опустошили многие области русского государства, и в том числе Тверскую обитель. Не посидели враги и желтиковые обители. Они ворвались в нее, думая найти много сокровищ. Но иноки заблаговременно успели скрыть монастырские сокровища и сами удалились в Тверь. Только на мощах святого оставался шитый золотом покров с его изображением. Не найдя ничего в обители, враги были сильно обмануты в своих ожиданиях. Один из неприятелей, досадуя на неудачу, схватил с мощей святого покров и положил на своего коня. Но лишь только он сел на лошадь, как вдруг невидимой силой лошади всадник были приподняты на воздух, потом низвернуты на землю. От сильного удара они умерли, а покров дивным образом поднялся на крышу Успенского храма. Покров этот и до ныне сохраняется в монастыре. В 1637 году в обители строили новый соборный каменный храм, поэтому мощи святителя были перенесены на время в деревянную церковь преподобных Антонио и Жеодосия Печерских. Один из братьев по имени Гермоген в нетрезвом состоянии зашел после вечерних церковь и заснул недалеко от мощей святителя. Проснувшись ночью, он был поражен дивным видением, храм был ярко освещен. Святой Арсений приподнялся и сел на своей каменной гробнице. Гермоген, объятый ужасом, хотел было бежать, но святой Арсений взглянул на него, грозно сказал, «Зачем ты, дерзновенный, нетрезвым вошел в храм Божий?» Гермоген упал, как мертвый. Долго лежал он, но потом, придя в себя с большим трудом, вышел из храма с северными дверями, которые запирались изнутри. После того долго был он болен. Но святитель хотел только вразумить неразумного и избавить от порока. Когда Гермоген чесосердечно исповедовал перед всеми свой грех, просил у святителя прощения. Он получил исцеление от своего недуга перед мощами святого Арсения. Часто святой угодник Божий являл страждущим в свою дивную помощь, и по его молитвам болящие получали исцеление. Из многих святотворений упомянем о следующем. В Твери проживал отрок Герасим, сын священника Василия. На свадебном перу Герасима напоили вином, смешанным с седовитым зельем. Он сильно заболел и уже помышлял о смерти. Страдая, Герасим обратился к безмездному целителю, святому Арсению. Пришел к его мощам в день его памяти 2 марта. Усердно молился и угодник Божий дивным образом исцелил болящего отрока. Спустя много лет Герасим, сделавшись клириком, переселился на жительство в Москву. В его доме проживали племянница его Дарья, которая долго страдала болезнью глаз. Чем больше проходило времени, тем более болезнь усиливалась, так что Дарья не могла даже спать по ночам и все время стонала. Смотреть на свет она была не в силах. Наконец, в день памяти святого Арсения, священник из храма, посвященного его имени, пришел в дом Герасима со святою водою и омыл ею глаза Дарьи. Она тотчас исцелилась. Велико было изумление Герасима, когда он увидел свою племянницу здоровой. И ранее питал он благодарность к своему небесному заступнику. Видя же новую милость его, Герасим пожелал иметь у себя дома службу и житие его. Но в Москве жития святого Арсения не нашлось. По просьбе Герасима архимандрит желтиковой обители прислал ему житие и канон святителя. И просил по прочтению обратно прислать их в монастырь. Герасим поспешно начал переписывать житие, но с ним случилось несчастье. Когда перед началом своей работы он молился, то поклонившись в землю, попал правым глазом наторчавший на полу гвоздь. Он едва мог подняться на ноги и громко воззапил «О, владыка Господи, смилуйся надо мной грешным!» В доме Герасима проживали тогда иноки из желтиковой обители Иона и Феофил, которые привезли в житие святого Арсения. В виде мучения Герасима они стали обтирать кровь, струившуюся из раны, и советовали Герасиму помолиться Арсения. Лишь только Герасим стал просить святителя о своем исцелении кровь, тотчас же перестал оттечь. Тогда все увидели, что Герасим раздробил себе века и брошь, но самый глаз по милости Божией остался цел. Вскоре рана зажила совершенно, и Герасим с благодарностью и умеренным сердцем дописал житие святителя, по молитвам которого так скоро получилось исцеление. При Архимандрите Савватии Первый Архимандрита с именем Савватии известны два. Первый поступил в 1566, второй упоминается в 1650 году. Здесь, разумеется, второй. При Архимандрите Савватии произошло следующее дивное чудо. Один крестьяин, живший близ обители святого Арсения, закопал в лесу свое сокровище, желая сохранить его. Спустя несколько времени этот человек пришел опять туда, где были спрятаны его деньги. Начало ты все, тишь, но не мог найти. Крестьяин спал в великую скует, начал тужить и плакать. Он хотел даже повеситься, и уже накинул петлю на дерево. Вдруг перед ним пристал благообразный муж и сказал, «Зачем ты, чадо, умыслил злое в сердце своем? Зачем хочешь ты погубить свою душу и обрежь себя на вечное мучение?» На крестьянина напал трепет, он начал плакать. На вопрос дивного мужа, почему он так горько плачет, крестьянин сказал, что он спрятал свои деньги и не может отыскать. Благообразный муж ударил жезлом с земли и сказал, «Всем вместе ты найдешь то, что ищешь». Крестьяин, раскопав землю, нашел свое сокровище. Пораженный этим, он стал благодарить явившегося и спросил его, «Откуда ты, честный отче, и как твое имя, чтобы я мог возблагодарить тебя за свое спасение и за нахождение сокровища?» «Я, Арсений, живу в обители, построенной моими трудами. Ступай туда и воздай достойное благодарение Богу». Крестьяин хотел было пасть на колени перед царством, но он стал невидим. Тогда крестьяин понял, что благообразный муж был сам святой Арсений. Придя в Желтикову обитель, он благодарил Бога и его угодника и рассказал все, что с ним произошло. В 1657 году у раки святого Арсения произошло новое чудо. В Желтиковой обители проживал тогда дьякон Иоанн. Наущаемый дьяволом, он замыслил украсть серебряную и золотую утварь из храма, где почивали мощи святителя. Однажды в полдень он испросил у панамаря ключи от храма. Вошел в церковь и взял всю утварь серебряную и золотую, которая стояла недалеко от раки преподобного. Побуждаемой жадностью он хотел еще взять с мощей серебряную панагию, которую святой носил на себе во время своей жизни. Вдруг неведомой силой вора так далеко отбросила от святых мощей, что он ударился от церковный помост и лишился чувств. Через несколько времени вошедшие в храм иноки увидели, что Иоанн лежит посреди церкви как мертвый. Поняв случившееся, они вынесли его из церкви и отправили в Тверь к архиепископу Иосафу, управлявшему Тверской епархией с 1657 по 1676 год, и рассказали все, что видели. Сам же Иоанн ничего не мог говорить, не владел языком и весь был расслаблен. По повелению епископа расслабленного диакона опять отвезли в монастырь и затем приводили в церковь. Мало-помало он начал приходить в себя и, наконец-то, раскаившись, совершенно выздоровел. Много других чудотворений проистекало от святых мощей славного святителя и пастыря стада Христова по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу вовеки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.